Добрый день! С вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Лавровое дерево. И посмотрите, какое оно большое. Обычно здесь много встречается сформированных кустом, либо живой изгородью. Я даже видела размером примерно 3 метра. Вы, конечно, все знаете, что лавровый лист применяют в кулинарии. Это вообще и лекарственное растение. Я вам покажу плоды лаврового дерева, потому что они сейчас очень крупные. У него очень приятный запах у лаврового дерева. Сами плоды очень похожи на оливки. Такие черные. Кожурка достаточно тонкая. Такого темно-фиолетового цвета кожура. И вот такая вот косточка. Видите, пачкает руки. Из нее можно получить уже лавровое дерево. Какая интересная окраска у самой косточки. Она такого тигрового цвета, пестрая. Лавровое дерево очень легко формировать. Оно очень хорошо ветвится. Вот даже здесь на этом экземпляре видно. И крона у него очень густая. Здесь 4 ствола. И самый крупный из них примерно 10 сантиметров в диаметре. Вот такое разветвление. Но это, конечно, все при формировании изначально. КОНЕЦ Бутончики, какие маленькие, сформированные. А здесь уже созревшие плоды. Также лавровое дерево достаточно неприхотливо к почвам. Любит суппесчаные почвы, легкие. И, как видите, здесь даже в тени практически растет. Но, конечно, любит солнце. Полезное растение, если иметь такое на участке, либо дома. Напишите в комментариях, как вы относитесь вообще к лавровому дереву и хотели бы у себя его вырасти. С самосевом 4 росточка проросли. Вот они такие маленькие. Вот здесь был вот еще один. Но он, к сожалению, не вырос, не выжил. Один листочек есть. Здесь по 3 листочка. Все, они уже сформированы. Сейчас вот эти вот себе немножечко аккуратно подкопнем тут, чтобы... Вот у них такие корни. Размножают черенками. Это проще и быстрее. Ну, также можно вот из такой косточки тоже вырастить. Плоды сами не используют в приготовлении пищи. Тут главное не переборщить, потому что все хорошо в меру. Ароматный, как любая специя. Рада, что нашла такой большой экземпляр. И удалось заснять и вам показать. Напишите в комментариях, может быть, вы выращиваете лавровое дерево в комнатных условиях, как домашнее растение, либо у вас был опыт выращивания на открытом участке, на открытой территории. Делитесь в комментариях, оставляйте их под видео. А я желаю вам вкусных, ароматных специй. Если видео было вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»